Приветствую вас на канале Робинзон ТВ. Сегодня у нас в студии политолог Валерий Рубан. Мы поговорим о событиях минувшей недели, которые стали значимыми для нас. Здравствуйте, Валерий Владимирович. Здравствуйте. Ну что, начнем. Украина таки вступила, своеобразно вступила в таможенный союз наблюдателем. Москва говорила о том, что такого статуса быть не может. И тем не менее, для Украины такой статус выдумали. Вот давайте все расставим по своим местам. Во-первых, Украина никуда не вступила. Это первое. Во-вторых, Украина одержала дипломатическую победу, упираясь рогом и не сдаваясь на жесткий нажим Путина и Медведева, отстояла свое предложение о предоставлении ей статуса наблюдателя. Что такое статус наблюдателя? Что это такое? Это такой статус для партнера, который позволяет ему участвовать в заседаниях различных комиссий, Евразийской комиссии, ее комитетов и так далее. А это очень важно для нас. Почему? Потому что вот эти полтора года, и 13-й, и 14-й год, а с 1 января 2015 года Евразийский союз вступает в полную силу, готовится большой пакет документов. Уже сейчас наработано 52 соглашения различных экономических. Если мы не участвуем, то мы не знаем, что там, какие параметры заложены. Придет часть Х, нам говорят, вот параметры, а мы, и... А нам говорят, до свидания с рынка. А когда мы участвуем во всей этой работе, когда мы знакомимся, мы имеем право высказать свое альтернативное мнение. Другое дело, что непонятно. И из декларации не вытекает, но это пока же только практика осуществления. Будут ли три страны, учитывать наше мнение. Но учитывая объем экономических отношений, 63 или 65 по разным оценкам, миллиардов долларов, они тоже заинтересованы. Не надо забывать, это очень большой объем. И в перспективе за эти полтора года при нормальной работе можно довести до 100 миллиардов. А это работа для предприятий и так далее. Здесь очень важно. И Шувала вот выступал, сказал, что мы открыты, пускай Украина участвует, смотрит, и смотрит, применяет к себе, найдет свою выгоду, мы готовы. То есть они спустили пар и пошли по всем направлениям на уступки Украины. Я считаю, что это победа. Вот посмотрите, что получается. Второй момент. Вот та истерика, которая возникла, как я сошлюсь на Олесе Бузину, он в сегодняшнем, сегодня написал «Либерасты», «Европеоиды» и так далее. Он жестко критикует, что они подняли крик, вот они подменяют понятия, они говорят, Украина вступила, Украина сделала поворот, Украина еще там черти что. Но ничего не произошло. Мы целый год говорили о том, что 3 плюс 1, мы целый год говорили, что дайте нам, вот мы предложили, ведь они, таможенный союз говорил, дайте ваши предложения. И мы дали эти предложения. Мы выработали эти предложения, мы выработали меморандум, который три президента прочитали и согласились. Почему? А потому что 65 миллиардов на земле не валяются, и они готовы давать статус наблюдателя. Они тоже заинтересованы в нормализации экономических отношений. Если бы 63 миллиарда, так была бы Украина наблюдателем, или не была бы Украина наблюдателем, они все равно бы были. Неизвестно. Вот. Неизвестно. А в данном случае... А теперь вот посмотрите, здесь есть один момент. Валерий Владимирович, вот это напоминает анекдот. Вот вы сидите и молчите. Вот вы пришли, смотрите. Да, вот не дали мне закончить. А я модель себе построил. А что будет, допустим? Вот комиссия там, допустим, по развитию товарооборота принимает соответствующие какие-то положения. Украина говорит, мы здесь не согласны. Почему не согласны? А мы не тянем. Нам дайте поблажку. А они втроем посовещают, говорят, нет. И наши мнения не учли. Но все равно перед нами есть определенный временной зазор, примерно год, когда мы можем исправить положение и подтянуть, так сказать, качество своих товаров для соответствующего уровня. Если мы сейчас посмотрим на мировую торговлю, то везде и всюду идет борьба за качество. Тот, кто выдает качественную продукцию, тот и побеждает на рынке. В условиях свободной конкуренции иногда говорят, вот Китай завалил. Но не видят обратную сторону. Все страны, защищаясь от наплыва дешевого китайского товара, сегодня нашли возможность. Это качество товаров. И рубят Китай по полной программе. Китай производит разное. Да, и Китай вынужден терпеть. Китай вынужден отзывать, потому что он ничего не может сделать. Химия, отрава, так далее, некачество не соответствует. И ничего здесь нет. Да, исправьте. Дайте нам качественную продукцию, мы ее возьмем. Все. И вот сегодня поле борьбы за качество является основным полем конкуренции между различными партнерами. И мы либо участвуем здесь в этом процессе и вовремя реагируем. Вот, допустим, мы в ноябре подпишем Европейскую ассоциацию. Подпишем. Европе перепугалась, брюссельские мальчики задергались, и они подпишут. Это не знаю, это... А вы же уже подписали... Ну, там, нет, там две части, смотрите. А вы по Миранду подписали уже как наблюдатель, чтобы мы не подписали никаких документов, противоречащих интересам. Да, а вот там и будет как раз... Там в этой ассоциации две части. Политическая часть, которая нуждается в утверждении 27 парламентами, и она никогда не будет утверждена. Всегда найдется кто-то, 2-3, которые не утвердят. И это значит, что ближайшие 20 лет мы в Европейский союз не вступим. Но там есть вторая, экономическая, вот такая толстая, приложение вот такое, зона свободной торговли. И вот здесь у нас могут быть большие неприятности. Ну, допустим, молочка. Молочка наша сразу рухнет. Почему? Потому что она на 60% берет молоко у населения. По европейским нормам это запрещено. Что надо делать? Вот надо делать, объединять этих в кооперативы, централизовать, и уже на этом уровне. Представляете, то есть мы 20 лет разрушали кооперативы, которые у нас вот такие были и работали, а весь мир их развивал. А теперь мы разрушили, теперь все равно возвращаемся. Потому что другого пути нет. Только кооперативы могут обеспечить качество продукции. Ну, пускай мелкие кооперативы. Да, ну вот их надо создать. Это люди, это разработки, это деньги и так далее. Вот здесь. С другой стороны, что-то, наверное, в технике, что-то в каких-то товарах мы потерпим убытки. Да, там есть еще, легализуется секонд-хенд. С него вообще нулевая импортная пошлина. И это наша легкая промышленность полностью в ауте, потому что она не может... Вот у нас основная масса 80% бедных, и они одеваются за счет секонд-хенда. И она, конечно, не может здесь конкурировать, она пролетает. И надо сейчас, мы же понимаем, что будет, надо сейчас думать, как. Как находить, возможно, экономические... Но люди не будут одеваться за счет секонд-хенда, а будут еще беднее? Будут, будут. Секонд-хенд существует, это такое явление, которое характерно для всех обществ, и одной экономикой. И в развитых капиталистических странах он тоже есть. Да, да. Ну, почему? Потому что там как бы существует такой бренд, что я поносил одежду 2-3 года, и я ее сбрасывал. И еще можно 10 лет носить. Соответственно, и в Америке точно так же одеваются, и в Европе, а уж не говорю о всех остальных странах, Африку и так далее, и тому подобное. То есть везде есть проблемы. И если мы подведем общий вывод, то вывод такой, во всем надо участвовать. Участвовать заранее, участвовать динамично, участвовать с напором, предлагая и отстаивая свои позиции. Поэтому я считаю, что получение статуса наблюдателя в Таможенном Союзе это победа украинской дипломатии. Вам не кажется, что вот как раз подписание, если мы поставим с одной стороны этого договора, что Украина является теперь в Таможенном Союзе наблюдателем, и как противоположное, может быть, даже давление, да, это оглашение Украины Соединенными Штатами пиратом номер один. Ну, к сожалению, это горькая правда. Мы не соблюдаем никаких законов. У нас интеллектуальная собственность... Нет, формально у нас все есть. Но мы страна, в которой законы не исполняются. Да, что-то там попринимали, да, там видимость обозначили борьбы. Но фактически реально никто ничего не борется. И, естественно, люди-творцы, художники, артисты, там, композиторы, ну, все прочее, да, они терпят колоссальные убытки. И, кстати, так сказать, не имеют возможности для нормального своего развития. Это то же самое, кстати, Россия тоже недалеко ушла от Украины. Но Украина дает сто очков в пиратстве и России. Там тоже потери исчисляются двумя или тремя миллиардами долларов. У нас, наверное, не меньше, если не больше. И понятно, что со всем этим надо бороться. Я вот к этому отношу и вот эти жалкие попытки определенных кругов. Я их просто по-другому не могу назвать, как определить, как жалкие. Когда то и Варийский выступает, там, 17% на русских книгах. Да, то ли 15-17% на иностранных исполнителей. Ребята, мы живем в информационном мире. Сегодня любой заходит в интернет и получает первое... А вы считаете, что это не оправдано? Это не оправдано. Но, смотрите, Валерий Ильич, в проекте закона сказано, что для разных исполнителей вот этот... Сергей Павлович, можно написать все, что угодно. 15% барьер. Допустим, для танцевальных коллективов вообще нулевой. Для хоров тоже нулевой. Можно написать все, что угодно. Но вы поймите одну простую вещь. А когда наши исполнители сидят без работы... Любой запрет, любой запрет является пиаром того, что запрещают. Запретный плод сладок. Да, но ведь это... И человек, поверьте мне, разобьется в лепешку, но достанет этот запретный плод и будет игнорировать отечественную продукцию. Почему? Потому что она низкого качества. Она не соответствует мировым стандартам. Точка. Так, вот смотрите. Вот эти 17% барьер, будем так говорить, да, когда на приезд исполнителей, он ложится ведь не на самих исполнителей, а на тех, кто их привозит, на промоутеров. Дорогой мой, понимаешь, когда опубликовали в открытой печати, что Стас Михайлов зарабатывает почти миллион долларов, а там Филипп Киркоров еще больше, а еще кто-то там еще тоже около миллиона, да, то у наших, как правильно написали, неконцентрирующих певиц и певцов, это вызвало зубовность скрежет, и, соответственно, родился соответствующий закон. Но я прошу прощения, мы все смотрим все каналы, да. Вот у меня там программа 75 каналов. Мне говорят, зачем тебе столько? Ты смотришь, ну, 5-6, да, есть и для ветеранов, да, 5-6. Я говорю, мне все остальные просто для того, чтобы сравнить качество. Я хочу понять, скажем, я не смотрю какие-то концерты и так далее. Я Ваенгу, допустим, смотрел только с третьего захода, когда уже стало понятно, что она мировая величина. Да, я себя нашел, заставил сесть и от начала до конца послушал ее концерт в Кремлевском зале. И понял, что да, она великая певица. Мне многое было непонятно, но многое брало за душу. То есть, но я вот смотрю, прыгаю по каналам, я пытаюсь понять, где уровень. И когда я попадаю, увы, на наши родные каналы, на первый, когда я попадаю еще нам, мне становится скучно, тошно и, простите, знаете, обидно. Такая талантливая страна. Такое творится на X-факторе. Такое Украина Майя Талант. Такое творится. А то, что, ну, эти талантливые люди не имеют выхода на... Потому что вот здесь сидит серость, я прошу прощения, я по-другому, серость, которая захватила все эти ключевые точки, никого не пускает. Сама не выдает качественные продукты. И никого не пускает. Ну, у нас же ведь, увы, другого-то нету. Поэтому еще раз подчеркиваю, когда в области искусства пытаются что-то запретить, я сошлюсь на опыт Советского Союза. Нельзя было слушать Битлз. Что делать? Ходили на концерты, где критиковали Битлз, для того, чтобы услышать хотя бы мелодию. Любыми путями, как это называли, пленки на костях, да, находили, списывали, рисовали, и все равно битломания была и у нас. Любой запрет – это только реклама для противника. К сожалению, этого не понимают. Спасибо, Олег Иванович. Пожалуйста. Время наше подошло к концу. Увы. Да, поговорили о событиях. Спасибо, что вы оставались с нами. У нас в студии был политолог Валерий Рубан. Мы говорили о событиях минувшей недели. Оставайтесь все дальше с нами на Робинзон ТВ. Будет интересно. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Егорова